Вопросы деятельности НИЧ в 2013 году и планы работы на 2014 и последующие годы стояли в центре внимания заседания учёного совета, прошедшего 31 января текущего года. С докладом выступил первый проректор, проректор по научной работе Анатолий Владимирович Косых. В докладе было отмечено, что основные задачи, согласно решению учёного совета от 1 февраля 2013 года, выполнены полностью. Общий объём работ, сделанных структурами НИЧ, составил 111% от годового плана. Основной задачей на 2014 и последующие годы остаётся выполнение показателей плана стратегического развития МГТУ. Также утверждены планы капитального текущего ремонта и строительства на 2014 год. Рассмотрены другие вопросы, вошедшие в повестку дня заседания учёного совета. С 1 по 3 февраля в рамках Всероссийской олимпиады школьников в стенах МГТУ прошёл региональный тур по информатике. Открытие тура прошло в зале заседания учёного совета, где участники оргкомитета рассказали об условиях проведения и оценки результатов Олимпиады, отметив, что победители войдут в состав команды региона на Всероссийский тур. А затем в компьютерных классах университета участники доказывали свои знания в решении заданий в области информатики. Планомерно идёт работа факультетов и университета в целом по привлечению абитуриентов к поступлению в Омский государственный технический университет. 7 февраля в 6 корпусе прошла встреча школьников с преподавателями и студентами факультета гуманитарного образования, на котором они ознакомились со специальностями и условиями поступления на гуманитарный факультет, а 8 февраля в рамках Дня открытых дверей школьников пригласили все факультеты и институты университета, будущие работодатели, представители крупнейших предприятий города Омска. На встрече в полной мере был представлен срез учебной и внеучебной жизни студентов, возможности поступления обучения в Омском государственном техническом университете. Первый выпуск офицеров, проходивших обучение в учебном военном центре приём ГТУ, 6 февраля состоялся в зале заседания учёного совета. Выпускникам вручили первые офицерские погоны. Слова на путь и поздравлений прозвучали от руководства университета и факультета, от преподавателей и родителей. Отзвучал гимн Российской Федерации, а дальше выпускников ждёт служба по специальности в Сибирском военном округе. В канун праздника День защитника Отечества в актовом зале прошло торжественное собрание преподавателей, сотрудников и студентов университета, посвящённое этой дате. С докладом выступил директор Института военно-технического образования, кандидат технических наук, профессор Академии военных наук, полковник Погодаев Виктор Павлович. В докладе была отмечена роль вооружённых сил в истории государства в прошлом и наши дни, отмечены заслуги преподавателей, студентов, сотрудников университета, а завершил праздничное мероприятие концерт творческих коллективов и исполнителей студенческого клуба ОМГТУ.